Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии и сегодня я буду печь пасхальные куличи. Так как я работаю всю неделю, накрою их пленкой, чтобы они не потеряли свою свежесть. Хотя по моему рецепту они очень долго остаются мягкими, сочными и очень ароматными. Кому интересен очень классный рецепт, закладочку себе берите и обязательно повторите. Я буду делать на килограмм муки. Это будет где-то 6 куличей. И сейчас из вот этого общего количества, которое я уже отвесила, рецепт я дам в описании к видео, я откладываю 4 столовые ложки муки, немножечко теплого молока. Здесь я развожу дрожжи. У меня есть моя закваска и я ее добавила. И взяла, на всякий случай, обычные дрожжи 10 грамм, потому что я переживаю, что такое большое количество муки может не подняться на моей ржаной закваске. Естественно, процесс тоже очень длительный, а у меня сегодня единственный выходной и нужно, как всегда, успеть очень много дел. Значит, это все я соединяю вместе. В эти 4 столовые ложки муки я добавлю буквально столовую ложку сахара. Даже если вы печете на каких-то сахарозаменителях, эритритах, селитах, как я это делаю, в дрожжевое тесто, всегда нужно добавлять обычный сахар. В противном случае дрожжи не распустятся. Вот, это все сейчас мы выливаем и перемешаем. Все я это откладываю в стороночку, накрою сейчас пленочкой. Из опара тем временем пока подойдет. Так, буквально через полчаса мы смотрим, наша опара хорошо поднялась. Почему важно делать опару? Чтобы не переводить продукты, а вдруг ваши дрожжи окажутся не очень качественными, так вы, в крайнем случае, потеряете всего лишь 4 ложки муки. Вот, поэтому в моем случае отлично опара подошла. Я сейчас ее буду добавлять в тесто. И отдельно я подготовлю еще такие вот цукаты. Я ненавижу изюм, вообще выковыриваю его из всех изделий. Поэтому я возьму вот такой вот микс разноцветные фрукты. У меня он был. А сюда я добавлю немножко клюквы сушеной у меня есть. И вот эти вот цукаты, кто помнит, я делаю вкусные. И никто никогда не может определить, что это такое. Вот сейчас вот попробуем это все в Пасху. Я сюда добавила буквально ложечку коньяка, чтобы она немножечко пропиталась. Все, и теперь мы пойдем. У нас, слава богу, на балконе сегодня тишина. Закончили строительные работы на обед. И я попробую здесь на балкончике отличный свет, тепло сделать тесто. По рецепту нам понадобится 5 яиц и 2 желтка. Белки у нас уйдут на нашу сахарную глазурь. Все правильно. Белки у нас уйдут отдельно. А желточки мы добавим к остальным яичкам 5 штук. И сейчас начнем уже делать тесто. Нам не надо там суперски взбивать их, когда мы делаем какие-то шарлотки. Нам важно, чтобы это тесто было пушистое. В данном случае пушистость придаст у нас дрожжи. Так, взбиваем наши яички. Добавляем 230 грамм сахара. Сюда же мы перельем это давайте в опару. Сюда же у нас идет сейчас теплое молочко. И теперь вот это вот все мы будем вливать в нашу муку. Килограмм просеянной муки. Вернее, без 4 ложек, так как мы часть уже заграли на опару. Муку, емкость мукой мы будем потихонечку добавлять. Жидкие ингредиенты. И смешивать. Нам нужно будет добавить еще 230 грамм масла. Я возьму 200 грамм масла и остальную часть я добавлю в сметану. Масло мы будем добавлять, оно размягченное у меня, сливочное, по кусочкам. И сметану я добавлю в 2 ложечки. Ладно, еще последнее. Оль, хорошенечко вымешиваем. Значит, теперь я буду вымешивать тесто руками и покажу вам, какой оно должно быть консистенции. Пусть вас это не пугает. Ни в коем случае не забивайте его мукой. Потому что именно вот эта вот вязкость и будет придавать нашим куличам консистенцию пышности, легкости. Они будут мягкие и пушистые. А если вы добавите муки, оно будет все как камень. И вот сейчас, когда я уже вымесила руками, в общей сложности где-то минут 15, я это все вываливаю на стол. Там у меня еще под низом мука. И еще на столе я подмешу. Стол можно смазать растительным маслом, чтобы оно легче месить. Наше тесто. Я стол смазала немножко растительным маслом, чтобы оно не сильно прилипало. И очень важно поставить потом это тесто в правильное место, чтобы не было сквозняков. И чтобы не было очень тепло. Потому что дрожжи могут переиграть. И тесто потом уже не поднимется. Вот такая вот красота у нас должна получиться. Изюм, цукаты мы добавим потом. Когда уже тесто один раз зайдет. Сейчас я поставлю его в большую миску. Смазанную растительным маслом. И оставлю на 2-3 часа точно. Тесто должно увеличиваться в 2-3 раза в объеме. То есть подберите еще правильно емкость, чтобы она не убежала у вас из миски. Все. Вот. Возьму вот такую вот мисочку. Смажу это все маслом. И отправлю сюда наше тесто. Запомните. Какое оно у нас по размеру. И посмотрим, какое оно будет через 2 часа. Итак, прошло у меня пару часов. И посмотрите на вот эту вот красоту. Сейчас мы это все обомнем. И сюда же мы добавим наши цукаты. Я вам уже говорила, это апельсиновая корочка и цукаты из тыквы. Я сделала из кюрбиса. Цукаты из тыквы засахарила их, сама сделала. Очень вкусно получилось, необычно. И никто не знает, из чего же они сделаны. И сейчас вот так вот тщательно все вымешиваем. Будет у нас очень красивые такие цветные пасочки. Обязательно сделайте по этому рецепту, не пожалеете. Потому что очень-очень вкусная получается пасочка воздушная. Сейчас я все-таки вывалю уже на стол. Все. Вы помните, да, какая она была в начале? Все липло к рукам. Поэтому говорю, не переживайте. Это все временное явление. Интересно, как эти цветные цукаты не будут подкрашивать тесто. Подозрительный зеленый цвет. Вот так вот. И сейчас мы поделим. Я посмотрю, какие у меня формочки. Поставим уже на расстойку формочки еще где-то на час. Так. Вот у меня такие вот емкости. Большие достаточно. Для маленьких у меня такие самодельные. И мы будем сейчас выкладывать где-то на одну треть. Будем наши порции. Вот так вот. Формировать. Очень получается классная консистенция теста. Все это мы прячем, чтобы не повываливались наши цукаты. И вот так вот. Вот так вот отправляем вниз. Я сделала такие бумажки, чтобы было удобно потом доставать. Промазлила это все. Я так понимаю, на маленькие нам не хватит. Сейчас посмотрим. Вот так вот примерно. Думаю, что можно чуть-чуть забрать. Ну ладно, возьму малышку такую. Все-таки сделаю. Сделаю эту малышку. Вот так. Вот такие вот крошечки. И этот последний отправим в большую баночку. Значит, большие мы будем выпекать где-то 30-40 минут. Тут маленькие достаточно 20-40 минут. Вот так вот, видите, да? Сейчас мы это все. Получилось у меня достаточно большие куличи будут. Раз, два, три, четыре, пять. И совсем крошечной. Вот так вот сейчас это все накрываем тряпочкой. И еще где-то на часик я отложу. А тем самым я выпеку хлеб, который у меня тут тоже уже растаивается. Мои куличики отлично поднялись. Как видите, да? Была одна треть. Выросли почти в полный рост. И еще раз повторюсь, чтобы вы не забыли, очень важные моменты. Значит, муку мы добавляем в процессе вымешивания и смотрим, чтобы, не дай бог, не забить мукой. Дальше масло тоже мы добавляем сливочное и желательно растительное. Значит, сейчас мы поставим выпекаться куличи при температуре 170 градусов. Маленькие у нас будут на 20 минут. Этот, наверное, на минут 30. И большие будут у меня на 45-50. Я посмотрю по готовности. Значит, когда мы открываем крышку духовки, мы делаем это очень тихонечко. Закрываем тоже тихонечко. Когда подрумянятся шапочки, можно накрыть их фольгой, чтобы они не пригорели. И сейчас я смажу верхушки желтком с молочком, чтобы немножечко была румяная верхушечка. И потом, когда мы их вытащим, расскажу дальше. Немножко молочком, размешиваем это все. И аккуратненько будем сейчас смазывать наши пасочки. Мы не стукаем формочки, не шумим, чтобы тесто не опало. И нажимаем сейчас при смазывании. Я паски не очень люблю. Особенно, когда они как хлеб. Какая-то как булка такая вот жесткая. Но вот эти вот паски, поверьте мне на слово, или сделайте сами, убедитесь, они будут у вас мягкие, воздушные, пушистые и, как я говорю, такие логкие. Не знаю, как это слово описать. Аккуратненько все сделали. И вставим теперь в духовочку. И через 20 минут посмотрим, как малышка уже будет готова. Посмотрите на эту красотеньку. Вот это да! Вот это да! То есть, видите, да? Уже хорошенечко загорели наши крышечки. Мы их накрываем вот так вот фольгой. И оставляем дальше печься. Потому что это всего лишь 20 минут прошло. А малыш у нас уже вышел. Вот такой вот грибочек. Хорошо он пропекся. И я сейчас его вытащу из баночки и поставлю остужаться. Вот такой вот получился грибочек. Я его аккуратненько выложу. И пусть он очень-очень-очень мягенький. И пусть он тихонечко остужается. Буду вот так вот его переворачивать, чтобы он не слежался на бочок. Посмотрите на вот этих красавцев. И я сейчас возьму и разрежу один. Посмотрите. Вот такие вот красавцы у меня получились. Запах неимоверный. И посмотрите, что внутри. Я специально испорчу один. Посмотрите. На вот это вот. На вот эту вот красоту. На вот это вот мягкое. На вот это вот красивое. Вот. Вот это наша пасочка. И ради вас ночью 11 часов я ем пасочки. Сделайте обязательно. И вам точно это понравится. Отличного всем вечера. Спокойной ночи. Спасибо, что были со мной. И не забываем подписываться, ставить лайки и смотреть мои другие рецепты. Один куличик я уже украсила. Возьму его завтра с собой на работу. У нас одна сотрудница покидает наш дружный коллектив. Мы решили сделать ей прощальное апера. И я решила украсить это все нежно-прозрачной глазурью. Спасибо, что были со мной до конца. Отличного всем вечера. Увидимся в следующих сюжетах.